Уважаемые коллеги, я хочу поделиться скромным опытом применения вязко-эластичных или вязко-упругих тестов в акушерской практике. Может быть, эта проблема не такая актуальная, которую мы обсуждали до этого, но тем не менее проблема есть и хочется о ней сказать несколько слов. Вкратце об актуальности проблемы кровотечения и их роли в структуре материнской смертности. Данные, может быть, немножко устаревшие, но тем не менее, пятый год по данным ВОЗ это 25%, в десятом году уже 34%, и вот профессор Адзинский дает данные 2011 года, по России 16,2%. Но тенденция к росту есть и акушерские кровотечения остаются на первых позициях. Основные причины, они всем известны, я просто их перечислю, это атония или гипотония матки, аномальное расположение плаценты, включая различные варианты вращения и травмы родовых путей. На базовые нарушения гемостаза, по разным данным, приходится от 0,7% до 3% случаев, по разным данным. Есть нерешенные проблемы при патологических и акушерских кровотечениях. Это, во-первых, трудность в оценке кровопотери, поскольку традиционные методы расчета, они в акушерской практике чаще всего не работают. Это математические методы расчета, за счет наличия водно-секторальных нарушений, в первую очередь, и отсроченная динамика показателей красной крови. К сожалению, в нашей практике был принцип объем кровопотери определяет акушерскую тактику, поэтому акушеры зачастую стараются занижать объем кровопотери. Переоценка коглуботического генеза кровотечения, что приводит к необоснованному назначению заместительной комбонентной терапии. Ну и, конечно же, это устойчивая тенденция к росту оперативных родоразрешений. Особенность системы гемостаза при беременности, я не буду подробно останавливаться, все о них знают. Выводы таковы, что гиперкоагуляционный синдром, который имеется при беременности, особенно к третьему доношенному сроку, это, с одной стороны, естественная защита от патологической кровопотери, с другой стороны, это высокий риск тромботических осложнений. Современный стандарт лабораторного контроля гемостаза включает в себя так называемый классический контроль. Это гемоглобин, тромбоциты, тромбиновое, либо протромбиновое время, АЧТВ и фибриноген. Дополнительные методы это тромбоэластография, ТЭК, тромбоэластометрия, РОТЭМ. Наш отечественный вариант это тест тромбодинамики, и сюда же мы отнесли неинвазивный контроль гемоглобина, мониторинг МАСИМА. В чем противоречие, проводя анализ данной проблемы? Во-первых, отсутствует единая точка зрения в оценке чувствительности классических тестов. Я имею в виду фибриногены, АЧТВ, поскольку они в научной литературе рассматриваются как наиболее чувствительными. С одной стороны, есть работы, в частности, работа Корта 2012 года в британском журнале, который при оценке акушерских послеродовых кровотечений более 2 литров оценил чувствительность 100% фибриногена, а специфичность 99,3%. Совершенно противоположные результаты дают последующие две работы, в частности, Коллинз. В 2014 году в журнале БЛАД оценка динамики фибриногена при акушерской кровопотере более 2 литров. Он дает фибриноген среднее значение 3,9, а при отслойке, при таком же объеме кровопотери 2,2. То есть они не выходят за референсные значения. Такая же работа была сделана Деллойден, который провел анализ фибриногена и АЧТВ при кровопотере более 2 литров у более чем 400 рожениц. В большинстве своих случаев они также не выходили за границы нормальных значений, что говорит о невысокой чувствительности и специфичности. Какие отличия тромбоэластичных тестов или вязкоупругих тестов от классических? Во-первых, для исследования берется цельная кровь. Это дает два основных преимущества. Не требуется центрифугирование, на что тратится в среднюю где-то 15-20 минут. И при проведении анализа в образовании сгустка участвуют все компоненты. То есть как это происходит ин вилла. То есть оценивается как влияние плазменных факторов, так и влияние тромбоцитов. При классических метрах это проводится отдельно. Временной фактор также имеет очень важное значение. Об этом уже говорилось здесь. Как ни парадоксально, но даже такая работа была проведена Чендлером. И он доказал, что на проведение классических тестов, то есть классической кагулограммы, уходит в среднем 35 минут. На проведение вязкоупругих тестов 14 минут. Множество работ есть, которые оценивают и чувствительность, и специфичность этих тестов. В частности, вот уже старая работа Хайсона, который оценил динамику фибриногена, концентрацию фибриногена при акушерске кровотечении более полутора литров. Чувствительность 100%, специфичность 85% при применении вязкоупругих тестов. В данном случае проводилась оценка плотности в разные промежутки времени, плотности сгустка фибтем. Другая работа Карлсона, который сравнивал также урожениц при кровопотере более 2 литров, показатели тромбоэластограммы. Оценивались 5 показателей. РК – это как хронометрические показатели, отражающие хронометрическую коагуляцию. Угол альфа и МА – структурная коагуляция. Ну, также фибринолиз. Так вот, из всех 5 показателей только фибринолиз не был, скажем так, достоверно значим. Все остальные 4 показателя были значимы уже при кровопотере более полутора литров. Нормативная база. Ну, это всем нам известные приказы 919 и 572. Особо хотелось бы остановиться на приказе 520, который вступил в действие в июле 2017 года, где единственная акушерская нозология – это акушерские кровотечения. И там отражается также в обязательном порядке проведение либо тромбоэластографии, либо тромбоэластометрии. Правда, там не отражается временной критерий. Но, тем не менее, этот приказ уже обязывает нас применять эти методы исследования, поскольку страховая компания, не знаю, как у вас, у нас страховая компания за этим очень строго следит. Ну, конечно же, это наша настольная книга, второе издание наших рекомендаций под редакцией Ефим Мунча и Александра Вениаминовича «Наши протоколы». Какие нерешенные проблемы? Ну, во-первых, отсутствует в настоящее время единой практической рекомендации по интерпретации результатов вязкоупругих тестов. Проведенное в Британии исследование в 2010 году, это был так называемый независимый аудит, 28 клиник, где применялись вязкоупругие тесты. Это в данном случае в 18 случаях ТЭК и в 10 случаях РОТЭМ. Был выявлен неоднозначный подход и к оценке результатов исследований, а также к практическим рекомендациям. Следующая нерешенная проблема – это низкая доступность этих методов исследования. В частности, данные Александра Михайловича Ёсковича, в Израиле доступность в стационарах составляет 19,2%. А опрос 25-ти Акушерских клиник Израиля в 2014 году показал, что рутинно эти методы исследования применяются в 14-ти из них, то есть в 56-ти процентных случаях. При этом в 2006 году они вообще не применялись. Опрос города Сургута, население, может быть, небольшое в сравнении с Москвой, 450 тысяч населения. Пять многопрофильных и специализированных учреждений города показали, что ТЭК применяется, ну, рутина только в перинатальном центре. В связи с этим мы поставили перед собой цель провести исследование, провести сравнительный анализ показателей классического гемостаза, в данном случае мы взяли фибриноген АЧТВ и тромбоэластометрического контроля при Акушерских кровотечениях. А также методом аудита трансфюзиологического оценить эффективность применения этих методик в Акушерском стационаре. Материалы метода исследования. Проведено сплошное ретроспективное исследование в период 2016-2017 года в перинатальном центре города Сургута. Материалом исследования послужили 59 клинических случаев Акушерских кровотечений объемом более 1000 мл. Группу сравнения, вернее контрольную группу составили 38 беременных с фибрологической беременностью, кровопотеря от 1 литра до 1,5 литров в 44 случаях, кровопотеря от 1,5 до 2 литров в 8 случаев и массивная кровопотеря более 2 литров в 7 клинических случаев. Средний строг гестации примерно не отличался, от 28 до 41 недели, ну и в среднем составил он где-то 37 недель. Исследуем показатели. Фибриноген по Клаусу, АЧТВ, тромбоциты, тромбоэластометрия проводилась на РОТЭМе. Проведен анализ трех каналов. ЭКСТЭМ, внешняя активация гемостаза, ИНТЭМ, внутренняя активация гемостаза и ФИПТЭН, который отражает количественные и качественные дефекты фибрина без участия тромбоцитов. Проводился сравнительный анализ следующих показателей. СТ – это хронометрический показатель, который отражает скорость образования протромбиназа и тромбина. СВТ – это хронометрический показатель, отражающий время формирования сгуска из тромбоцитов и фибрина. И уже структурные показатели А10, А15, А20, он измеряется в миллиметрах. То есть, по сути, это плотность сгуска в разные промежутки времени – 10, 15, 20 минут. Отдельно также брался показатель МЦФ, то есть максимальный показатель, максимальная плотность сгуска. Ну, просто напомню, сама методика в чем заключается. То есть, вот этот красный изолиня, то есть, от момента постановки теста до начала образования сгуска, это как раз показатель СТ. СВТ – это начало образования до уже нормальной плотности сгуска. И далее уже пошли показатели хронометрические, то есть через 10, 15, 20, 30 минут. Показатель МЦФ отражает максимальную плотность сгуска за исследуемый промежуток времени. Из 59 кровотечений максимальный процент пришелся на гипотонические кровотечения. Средний объем, ну, их было 24 из 59. Средний объем кровопотери составил почти 2,300, ой, вернее, литр 300. На втором месте – это отслойка плаценты, и совсем там единичные случаи приходятся на аномальное расположение плаценты, имболея окулоплодными водами, одна была у нас, ну и так далее. Как распределились показатели классического гемостаза и тромбоцитов вот в этих группах? Даже при кровопотере более 2 литров значения фибриногена не вышли за границы нормальных. То же касается и показателей АЧТВ. Тромбоцитов, как видите, здесь 106 в среднем значении. Если брать в сравнении показатели Ротема, то здесь прослеживается следующая закономерность. Во-первых, статистически значимые значения мы получили при кровопотере от 1,5 литров. При этом в основном отреагировали структурные показатели, то есть плотная сгустка. Понятно, это связано с тем, что происходит потеря фибриногена, и уже на этой кровопотере эти показатели начали реагировать. Но здесь следующая закономерность. Если брать все каналы, то есть ЭКСТЭМ, ИНТЭМ и ФИПТЭМ. Первая закономерность. Ни один из тромбоэластометрических показателей не вышел за границы референсных значений небеременных. То есть те значения, которые нам дает производитель Ротем. Значит ли это, что мы не должны реагировать на эти изменения лабораторные? И вторая закономерность. Если проводить анализ динамики показателей в сравнении с физиологической беременностью, то среднее значение выходит за границы уже расчетных нормативов при кровопотере более литра. То есть второй вопрос. Должны мы реагировать на это? И должен это быть сигналом для того, чтобы проводить заместительную терапию? На наш взгляд, ни то, ни другое утверждение. Оно неверно. Почему? Во-первых, те пациентки, которые мы отнесли к физиологическому беременности, группа здесь была небольшая. То есть 38, на мой взгляд, конечно, выборка должна быть более значимой. В связи с этим возник вопрос. Как интерпретировать эти показатели? В связи с этим мы обратились к одной из немногих статей, которая дает чисто практические рекомендации. Это статья Коллинса, которая вышла в 2015 году в журнале «Анестезия». Здесь приведен такой четкий протокол, то есть практические рекомендации. Если в упрощенном варианте, я его вот так вот разделил, они рекомендуют. Если показатель максимальной плотности сгустка в фиптеме больше 15 мм, это говорит о том, что нет данных за окагулопатию и нет показаний к заместительной компонентной терапии. Если этот показатель находится в промежутке 12-15 мм и кровотечение продолжается, это является показанием к проведению заместительной терапии. И если показатель максимальной плотности сгустка в фиптеме менее 12 мм, это говорит о том, что есть 100% в окагулопатии, это абсолютное показание к проведению заместительной терапии. На основании вот этих данных мы провели анализ вот этого показателя максимальной плотности сгустка при разных объемах кровопотери. И оказалось, что он реагирует уже при кровопотере более 1,5 литров, при этом при кровопотере более 2 литров он равняется 10. И это значимо как с физиологической беременностью, так и с кровопотери от 1,5 до 2 литров. Рассчитали чувствительность и получили вот такие результаты. При кровопотере более 2 литров показатель максимальной плотности сгустка равен 100%. При этом он начинает реагировать, а показатель максимальной плотности сгустка в промежутке 12-15 мм начинает уже реагировать при кровопотере литра-полтора. Причем здесь вот мы не отразили, но большинство этих женщин были с отслойкой плаценты. То есть очень чувствительный тест, которым можно на практике пользоваться с пользой. При этом, если взять даже кровопотерю более 2 литров, и АЧТВ, и фибриноген по своей чувствительности даже не достигли 50%. Вот проводя трансфузиологический аудит по расходу компонентов, это данные отчетов годовых трансфузиологических отчетов, мы за три года кратно, многократно снизили расход по свеженно замороженной плазме. Если в 2015 году мы лили по 160 литров, в 2017 году у нас расход равнялся 26 литрам. Та же самая динамика по криопрецепитату, 383 дозы и, соответственно, 92. Ну, единственный показатель, вот тромбоконцентрат немножко так вот снизился, но незначительно. Также, проводя трансфузиологический аудит, мы провели сравнительный анализ количества трансфузий донорской свежезамороженной плазмы и криопрецепитатов в период 2016-2017 года. И также динамика налицо, то есть вот количество трансфузий, скажем, в первом квартале 2016 года составило 36, а в первом квартале 2018 только 3. При этом количество кровотечения, ну, примерно, примерно остается на том же уровне. При количестве родов, соответственно, в 2016 году 9 112 и в 2017 году 8846. Таким образом, применение тромбоэластометрического контроля в акушерском стационаре показало высокую эффективность данного диагностического метода в плане управляемости акушерских кровотечений. Практическая значимость имеет оценка показателя максимальной плотности сгустка ФИПТЭМ. Это показало высокую чувствительность этого теста по сравнению с показателями классического гемостаза. Рутинное применение тромбоэластометрического контроля в акушерстве позволяет более дифференцированно подходить к вопросу заместительной терапии и кратно снизить их расход. Я имею в виду компонентов крови. Отсутствие доказательных рекомендаций по практическому применению вязковопругих тестов в акушерской практике ставит перед нами задачи дальнейшего изучения данной проблемы. Может быть, даже каких-то практических рекомендаций в наших, скажем, рекомендациях второго издания. Во втором, кстати, издании Владимир Вениаминович у нас вообще не упоминается об этом. В первом, в последнем разделе было. Спасибо. Спасибо. Спасибо.